Здравствуйте! Сегодня в выпуске мы расскажем о самых актуальных новостях, темах и событиях в налоговой сфере на этой неделе. 17 ноября председатель Государственного налогового комитета Шерзот Кудби встретился с главой секретариата Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения, к которому Узбекистан присоединился в мае этого года. Обсужден план практических мероприятий по внедрению международных стандартов обмена налоговой информацией. На следующий день дискуссия состоялась и со специалистами структурных подразделений ГНК. Миссии Международного валютного фонда опубликован отчет по итогам недельного пребывания в Узбекистане. Даны рекомендации по расширению цифровизации налогового администрирования. По мнению экспертов, это упростит работу предприятий и будет способствовать сокращению масштабов коррупции. Органами Государственной налоговой службы в сентябре-октябре пресечен незаконный оборот алкогольной и табачной продукции общей стоимостью более миллиарда сумм. Напоминаем, что эти товары подлежат обязательной цифровой маркировке с 1 января 2021 года, а с начала этого года их продажа без маркировки на территории Узбекистана запрещена. 12 заместителей начальников территориальных государственных налоговых управлений проходят курсы повышения квалификации в фискальном институте. Акцент на повышении эффективности в работе и укреплении навыков применения программных продуктов. Как в мобильном приложении SolX зарегистрировать договор аренды автомобиля? Сделать это можно в несколько простых шагов, ведь все основные сведения об арендодателе, арендаторе и транспортном средстве подгружаются автоматически. Нужно указать только срок действия договора и ежемесячную стоимость арендной платы. Физлицы интересуются, если сдать автомобиль в аренду юрлицу, то как им уплатить налог с этого дохода? Специалисты отвечают, в этом случае юрлицо выступает налоговым агентом и самостоятельно исчисляет и уплачивает налог. Какие налоговые льготы предусмотрены для студентов? Не подлежат налогообложению средства, которые они или их родители направляют на оплату обучения в УЗИ. Студенты также не платят налог, если регистрируются в качестве самозанятых и организовывают на территории ВУЗов платные учебные курсы или спортивные кружки. Освобождаются от уплаты налога и те, кто сдает жилье в аренду студентам. Для этого владельцам имущества надо зарегистрировать договор аренды со студентом в сервисе Ейджара. Как это сделать, читайте в наших материалах. Начальник государственной налоговой инспекции города Шахрисабса Кашкадаринской области занял почетное третье место в конкурсе за звание самого лучшего руководителя четвертого сектора. За успехи в работе ему вручили ключи от автомобиля «Спарк». Это был обзор основных тем в сфере налогообложения. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин